Здравствуйте! В эфире программа 112. Я расскажу о происшествиях за последнюю неделю. За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 226 происшествий. Из них 13 преступлений, из которых 6 раскрыто в течение дежурных суток. Привлечено к ответственности 52 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет. Причинен материальный ущерб. 15 сентября 2018 года во Всероссийский день бега на лыжной базе спортивной школы труд города Наринмара проведено ежегодное массовое соревнование «Кросснации», в котором участие приняли сотрудники МВД России по Ненецкому автономному округу как в охране общественного порядка, так и в забеге на дистанции 4000 метров. По итогам соревнования третье место на дистанции 4000 метров среди мужчин занял инспектор дорожно-патрульной службы отдельного взвода отдела ГИБДД управления, младший сержант полиции Егор Ордеев, который награжден дипломом и бронзовой медалью. Спортивное мероприятие проведено без нарушений общественного порядка. В период времени с 14 по 15 сентября 2018 года на территории города Наринмар и поселка Искателей проведено комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». Данное мероприятие направлено на профилактику и предупреждение правонарушений несовершеннолетних, выявление лиц, вовлекающих детей в противоправные действия, пресечение повторной преступности, алкоголизма, наркомании и табакокурения в подростковой среде. Совместно с полицейскими участие в мероприятии приняли представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городской округ город Наринмар и Заполярного района, директора и учителя школ, представители родительских комитетов, депутаты окружного собрания, специалисты отдела опеки и попечительства, также представители уполномоченного по правам ребенка в Ненинском автономном округе и комплексный центр социального обслуживания. По итогам работы проверены семьи группы риска и несовершеннолетние, состоящие на учете в отделе по делам несовершеннолетних управления. Проведены профилактические беседы как с подростками, так и с родителями и законными представителями. Выявлено три административных правонарушения. По части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». По статье 20.21 Кодекса «Появление в общественных местах состояние опьянения» и по статье 20.22 «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо потребление ими наркотических средств или психотробных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ». 13 сентября 2018 года в рамках акции «Безопасность начинается со двора» на спортивной площадке состоялся товарищеский матч между юными футболистами микрорайона улицы «Авиаторов» города Наринмара и сотрудниками отдела ГИБДД. Товарищеская игра завершилась в ничью со счетом 3-3. Начальник отдела ГИБДД управления Александр Стрепетилов поблагодарил участников и подарил футбольный мяч командам с перспективной на дальнейшие встречи с ребятами без мундиров. Сотрудники полиции разыскивают владельца велосипеда, окрашенного в серо-синий цвет марки «Планета Блэк», обнаруженного сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 13 сентября 2018 года возле жилого дома номер 15-Б по улице Монтажников, поселка Искателей. По всем вопросам обращаться в дежурную часть управления по адресу улица Ваучейского, дом 13 или по телефону 421-26. В дежурной части управления МВД России по Нинецкому автономному округу зарегистрированы факты хищения картофеля с территорий огородных участков, а также велосипедов из подъездов жилых домов, не оборудованных на противоугонное оборудование. 10 сентября 2018 года сотрудниками отдела уголовного розыска в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена личность гражданина, совершившего хищение картофеля на огородном участке в районе поселка Искателей. Участковым полномоченным полиции в отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 7.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Мелкое хищение». Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших данные противоправные деяния. Ежедневно осуществляют патрулирование участков местности, огородные участки, детские площадки, дворовые территории с целью выявления и пресечения преступлений и административных правонарушений. Сотрудники полиции советуют бдительно следить за своими участками и принимать все возможные меры, профилактики, направленные на сохранность своих огородных участков. Полицейские призывают жителей округа принимать меры по охране личного имущества, обязательно пристегивать велосипеды на специальные противоугонные устройства, тросы, цепочки и регулярно проверять. В случае появления на участке местности огорода подозрительных лиц сообщать в дежурную часть полиции по телефону 02-4-21-26, а также на телефон доверия 4-21-52. Анонимность гарантирована. В дежурную часть полиции обратилась жительница округа с заявлением о том, что в принадлежащий ей торговый ларек путем разбития окна проникли неизвестные и похитили продукты питания и денежные средства. Оперуполномоченными отдела уголовного розыска УМВД России по Ненецкому автономному округу в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что хищение совершили два 14-летних подростка, состоящих на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Ненецкому автономному округу в ходе оперативно-розыскных мероприятий по факту хищения мобильного телефона и банковской карты принадлежащих жительнице поселка Искателей установлено, что в августе 2018 года заявительница употребляла спиртные напитки со своей знакомой, которая впоследствии и похитила имущество. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка призывают граждан принимать все необходимые меры для сохранности своего имущества и не злоупотреблять спиртными напитками. Оперативниками раскрыта кража продуктов питания из квартиры в поселке Искателей. Установлено, что злоумышленник проник в квартиру путем разбития окна. По данному факту, следственным отделом УМВД России по Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом А, части 3, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет. 10 сентября 2018 года в полицию поступило сообщение от сотрудников Патрульно-постовой службы полиции о том, что в квартире дома, расположенного по улице Северной, находится мужчина с ножевым ранением, который впоследствии госпитализирован в реанимационное отделение Ненецкой окружной больницы. Полицейскими установлено, что в процессе употребления алкогольных напитков между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку, в результате которой один из мужчин нанес другому удар ножом в область спины. Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту, следственным отделом управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом З, части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 9 лет. Стражи порядка призывают жителей округа воздерживаться от чрезмерного употребления спиртных напитков. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.